Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 1 ноября 2018 года, четверг, мы разбираем тонкий план. А мы это кто? Виктор Михайлович Минин и Алексей Орлов. Пришло время нам отвечать на вопросы, которые, еще раз напоминаю, мы принимаем только на сайте Народного славянского радио и на нашем канале в Ютубе. Сайт очень простой, славрадио.org, дальше там чат-беседка ищите, и случается счастье в жизни. А также Ютуб-канал youtube.com slash, то есть касая черточка, славрадио, опять же, одним словом. Естественно, пишем не по-русски славрадио, а пишем латиницей. Но даже если вы по-русски напишите, я думаю, что и Google, и Яндекс, и другие поисковики вас все равно выведут на Народное славянское радио. Не путайте с другими радио, которые тоже стали себя называть славянскими и так далее. Мы, конечно, уважаем всех людей, кто пытается продвигать славянское направление и наше русское, и вообще все, что там связано, нашу историю поднимать. Но если мы говорим про вопросы и ответы, которые адресованы выступающими на Народное славянское радио, то тогда позаботьтесь о том, чтобы хотя бы посмотреть, где вы это пишете, где вопросы задаете. Первый вопрос от Эдика Иванова пришел в нашу студию, и он звучит так. Что происходит с человеком после смерти в тонком плане? Ага, надо же. Спасибо за вопрос. Это, наверное, самый главный, который должен себе человек задавать. Я бы так сказал, кто не знает, что такое смерть, тот не способен понять, что такое жизнь. Смерть, смена мирности. Для этого надо понимать, откуда приходят души, куда они уходят. Грубо говоря, души приходят либо из миров слави и прави, со своей звездочки, из звездного рода, либо они крутятся по сансаре, ну, как грубо говоря, оставляют на второй год. И вы рождаетесь и начинаете учиться в университете под названием «Планет Земля» с того места, на котором вы закончили в прошлом теле. Или человек. Как вот религиозные люди говорят, там, спасти душу, спасти душу. Можно так развоплотиться в этом мире, расчеловечиться, что в следующем воплощении вы не родитесь на планете Земля, вот в этом мире необычном. Вы родитесь в темных мирах. И будете там чиститься, отрабатывать, как там говорят, будут выжаривать ваши грехи на сковородках, пока не просветлитесь до того уровня, чтобы вернуться в эти меры. Ну, или подпишите контракт и вернётесь сюда, ловцом душ. Поэтому, что происходит с человеком? Ну, не знаю, может быть, в смерть не будем нырять, а сделаем для этого потом отдельную передачку. Ну, грубо говоря, отвечу. Первых семь дней человек... А, сначала вот, вы умерли, и душа вылетает. И когда летит, вот, многие люди, которые умирали, потом вернулись. У меня тоже такой раз за три был опыт умирания, полёта. И вы летите, выходите из тела. Вот это и есть эта труба. Дальше, если вы рог не достигли и способны достичь своего предназначения, вас возвращают назад. Но не жёстко, везде, всегда у человека остаётся свобода воли, потому что человек – особое существо. Он, можно сказать, частица Бога, он учится на Богу, на планете Земля. У него свобода выбора. Даже у ангелов, архангелов нет свобода выбора. Их воля полностью совпадает с волей Творца. А мы можем даже Творца отрицать. Вот такая у нас широта свободы выбора. Поэтому и дальше человек проходит свои уроки без подробностей. 7 дней, 9 дней, 40 дней. После этого он отправляется... Есть траектория такая, восьмёрка вокруг Луны. Ну, если будем делать передачу, поподробнее расскажу. Самое главное потом, у него три суда. Суд свой собственный, сам себя судишь. Ну, что такое суд? Смотришь, выполнил задачу. Свою, рода. Почему не выполнил? Идёт такая работа над ошибками. Это не казнь и не самообичевание. Дальше твой род смотрит, что ты там понаделал. И дальше уже Бог или богиня рода тоже смотрит. Что ты там поделал, понаделал. И определяет тебя на второй год. Вниз на переподготовку, на прожарку. Или вверх ты уже на планете Земля закончил образование. Можешь перейти в более высокий мир. Мир славы. Здесь он 16-мерный. А там 200... Забыл уже. 83-53 там степени свободы. 256 как минимум. 256, да. Вот я забываю уже. Я давно про смерть не разговариваю. Вот. Вот примерно такая вот штука. И здесь видение очень важно. Потому, что если вы знаете, что такое смерть. И когда вы двигаетесь из этого мира, меняете мирность. Вы видите не глазами. Потому, что тело ваше осталось. Вы видите оком души, если можно так сказать. И если вы понимаете все эти развилки. У вас GPS работает. Вот. Вы тогда спокойно это все проходите. Без страха. Без потери энергии. Именно для этого нужны ритуалы и обряды. Которые все время напоминают душе. Чтобы она не пугалась. Чтобы она спокойно проходила все эти испытания. Девять дней, сорок дней. Там специальные всякие некие есть этапы движения пути в мир иной. Ну, так вот, если кратенько. Да, если кратенько, то так. Но, вообще, эта тема отдельная. Я, да, на самом деле предлагаю как-нибудь поговорить по ней. Может быть, да. По ней еще сделаем отдельную передачу. Потому, что страх смерти – это базовая вещь. Вот она является движущей силой для логики материалиста. Чего боятся логики материалиста? Смерти. Чего спрашивали у Гагарина? Бога видел? Нет, все понятно. Поэтому они боятся только смерти. Но не знают, что это такое. Религиозные люди. В основном страх Божий. Любовь тоже оттуда куда-то убежала. Страх Божий. Тоже страх Божий. Страх смерти. Страх терять душу. У магов. Страх остаться без энергии. А страх – это всегда идет вниз на развоплощение. Поэтому, если человек не боится смерти, очень важно, ну, различает страх, чувство страха и чувство опасности. Вот там на войне это очень часто важно бывает. У нас много ребят там занимается, кто со смертью на вы. Вот, поэтому, если вы можете чувство страха выключать и переходить на любовь и свет, тогда вы видите опасность как противоречие, как задачу, как урок. И его проходите. Риск резко уменьшается. Ну, с точки зрения потери жизни. Вот. Ну, вот смерть – важная штука. Надо понимать, что это смена мерности, переход в миры и другие. И на рук становитесь. Тогда и жизнь по-другому строишь, если знаешь, что такое смерть. Да, согласен. И по поводу страха согласен. Вот. Приглашают иногда что-то рассказать. И всегда с чего я начинаю – это как избавиться от страха. Ну, не просто от страха. Как выйти из-под управления страхом. Потому что есть страх, который давляет над всем. А если ты живешь под страхом, это означает, что есть тот, кто этот страх создает. И означает, что ты управляем этим страхом, управляем этим человеком или этим сущностью, существом, ну, кем угодно. А вот если ты переводишь страх в состояние естественного предохранителя, вот это все равно свои места. Ты просто чувствуешь, как вот животное чувствует, что вот здесь это и есть. А мы же не только животное, у нас еще и высшее я, то есть божественное, присутствует. Тем более, что это божественность создавала это все. И поэтому, когда ты напрямую взаимодействуешь, телом управляет божественность. Ну, елки-палки, какой там страх? Какое там кто-то чего-то плохое сделает? Если ты идешь по пути божественному, а не по какому-то там непонятному. Вот это вот то, что я пробовал, то, что видно, и то, что на самом деле реально, вот о чем сейчас идет разговор, это есть. Это не просто какая-то болтовня. Это реально все существует. Поэтому, когда человек под страхом находится, все, каюк, как только он выходит за пределы вот этого переживания страха, а страхственность просто предохранителем его жизни, он этим предохранителем может сам управлять. Как вот матросов нужно было закрыть своей грудью амбразуру, чтобы сохранить своих товарищей, друзей и победу одержать. Он просто-напросто взял предохранитель, рукой зажал и лег на амбразуру. И сколько таких героев, которые у нас были, есть и будут. Вот если опять же поднимать, коснулись чуть-чуть мы темы Отечественной войны, сколько наших летчиков совершили ночные тараны, дневные тараны, тараны над морем, а над морем считалось самый опасный таран, потому что выжить в холодной воде практически невозможно. Там сотнями измеряется. Сколько немецко-фашистских летчиков совершили асов? Ни одного. Вот ответ, кто за что воевал, кто что делал. Так что вот такие дела. Ну ладно, мы так это углубились. Можно два примера. Вот про тонкий план, про тонкие энергии. Вот едете вы на машине за рулем и боитесь гаишников. Чем больше боитесь, тем больше шансов, что вас остановит. Что надо делать? Берете к солнышку, обращаетесь или к роду, просите, род мой небесный, там, творец, пошли мне поток энергии, любви и света для моих вот гаишников. Или прям, или просветлять свой путь, и прям так через, в макушечку, в грудь, и с груди прям, по дороге, по своему пути. И прям на этого гаишника. Вот, увидите, прям палочку поднял уже, вы на него качнули, он раз опустил, и дальше поехали. Вы становитесь как бы негативными. Пробка очень сильная. Начинаете качать, разъезжается, тихонько рассасывается. Потом, есть же органический мир, ну, вот, люди, мы органические существа, есть неорганические. Ну, например, у меня вчера товарищ проходил, как это называется, исследование на детекторе лжи. Вот, мы научились с ними взаимодействовать, ну, такая штука, надо было там разведчиков кое-чему учить. И вот, он, это очень сильное устройство, оно вскрывает противоречие. У вас там полтора-два часа, а то и больше могут пытать. В конце у вас аж там пут уже подъедет. Потому что человек противоречивое существо, религии, идеологии, папа, мама, чего там такое нет, хорошо, плохо, вчера это хорошо было, сегодня это плохо. Куча всяких противоречий, они вскрываются через эти вопросники. Мы научились взаимодействовать с этими веществами, с существами. Первая Света, она у нас раком болела, и когда она вылечилась, и начали облучать, Свет тебя жарит, тебе не нужно эти... Разговаривают с этим облучателем, она разговаривает с ним, он говорит, я буду меньше тебя жарить. В следующий раз говорит, что ты пришла, ты уже здорова. Вот, начали потом, вот я первый раз тоже зашел на этот детектор ЛЖ, начал с ним взаимодействовать на тонком плане, воспринимайте его как существо, приветствуйте его, разговаривайте с ним, оно вам отвечает, помогает, без манипуляций, помоги честно пройти, не помоги мне соврать, оно участвовать не будет, хотя в принципе нет предела, но за это придется чем-то заплатить. Просто помочь честно, экзамены когда сдаете, вы тоже можете точно так же применять. Ну, вот у нас Машка поступала, и она говорит, я хочу вам говорить там на факультет, на факультет литературы русского языка, а ей, значит, дедушки говорят, смотри, этот факультет, он сам еще с портфелем стоит, он еще не знает ни про руны, даже буквицу ни хрена там почти не учат, все в основном родительные, дательные, винительные, чудные эти падежи, поэтому учись лучше как горький сама, быстрее выйдешь на серьезный уровень, я говорю, не, я хочу туда. И вот что интересно, она поступала в несколько вузов, ее никуда не приняли, кроме МГУ. Правда, хорошо сочинение, ну, а остальные вузы ниже по уровню, потому что она взаимодействовала, попросила дать честно ей билет, который она знает, чтобы она честно ответила, очень хорошо поступила. Поэтому вот Миша точно так же вот проходил всякие свои испытания, связанные с этими вот брехопоказателями. Очень можно легко, например, на тонком плане, я взаимодействую со своим автомобилем. Мы, если вот Амелия у нас появляется, мы с Машей идем, с ним разговариваем, много вопросов задаем, даем ему имя, и он у нас как семьи, хотя это неорганическое существо. Мы с ним взаимодействуем, еду, я его глажу, с ним разговариваю, благодарю его. Вот не было ни одной аварии, у нас 20 лет был автомобиль. Сейчас мы его купили, и я ему не дал ни имя, ничего мы не сделали. Вечером авария, на следующий день вечером опять авария. Вот только сейчас понял, что я ни хрена там, хоть и такой умный, ни хрена не сделал то, что обычно делал. Нужно обязательно на тонком плане устанавливать взаимоотношения, как с органическими, так и не с органическими вещами и существами, которые нас окружают. Потому, что этот мир существует. Прямо как в поговорке. И на старушке бывает прорушка, да, на самом деле. Ох и прорушка. Да, да, да. Не сильно, но два дня подряд. Да. Опоминали. Но закономерно, да. Так что нельзя здесь зевать. А вот по поводу билетов, согласен абсолютно, как-то помню, сижу в институте, но нет времени совершенно, а надо вот срочно этот экзамен взять. Такой, ну, проходной экзамен, но там по билетам все. Но я взял так один билет, который, ну, обозначили, какие там будут вопросы. Я взял один билет, посмотрел на него, открыл, значит, эти все справочники, учебники, ну, и быстренько по нему учу. Рядом все этот человек говорит, а ты что только эту тему учишь? Я вот весь штудирую учебник там и так далее. Говорю, ну, тебе делать нечего, ты штудируешь, а мне нужно вот это в билет. Говорит, да ладно, откуда ты знаешь, что тебе этот билет? Ну, я говорю, ну, увидишь, вот я вот учу вот этот билет, номер 18 там и так далее. Он такой, да дурак, наверное. Ну, ладно, посмотрим. И вот специально мы сидим, да, сидимся, там вся группа зашла, все вытаскивают билет. Я так поднимаю, раз 18, показываю так ему, 18-й билет. Он такой, не понял, как это. Так что все это работает, все это есть, друзья. И главное просто понимать. Вот это слово, вот это по силе веры, оно вам будет. Вот, если вы правильно, правильно у вас картина мира, у вас честность внутри, любовь и свет, и вы верите в то, что вы делаете, то, что так будет, все исполняется. Но надо уметь много чего делать. Вот та же машина поступления. Мы поработали с эгрегором факультета, с эгрегором предмета, когда она идет сдавать, с эгрегором МГУ, с эгрегором системы образования. Везде такую матрешечку делаем. Все, все, все согласовали, гармонично-гармонично. И пошли, честно, сдавать. Ну, поехали дальше. Да, идем дальше. Евгений Александров, если есть ментальные и астральные планы, то тонкий мир – это что-то между ними получается? Тонкий мир – это все, что нематериальное. А там разных миров очень много. Ну, вот я бы так кратко сказал. Если сильно заболеваться, это вот астральный, это все, что вы говорите об мирах, а может говорить об оболочках человека. Человек окружает оболочки разной частоты. Они связаны с чакрами человека. Вот их называют астральными, ментальными. Это как бы такие энергетические оболочки различной частоты. Ну, и рисуют, соответственно, разным цветом. Вот точно так же и миры. Они совершенно от черного, темного, где просто вот под нами есть миры тьмы. Это 10 тысяч примерно миров. Это уже там другие правила. Не такие, как на планете Земля. И под ними еще миры, миры мрака. Они уже ищут темнее. Там уже такое темное небо, солнце горячее и песок, грубо говоря, как пустыня. И там вообще сколько-то. Если дальше движешься, то там все темнее, темнее, темнее. Вот как под водой погружаешься. В конце концов, на определенном уровне все тьма, и ты часть ее. И ничего не движется. Я однажды попал в такое состояние. Ну, много было неудач в жизни. Все так сжало. И дом на работе. И по здоровью. Всегда, когда здоровье, деньги и личная жизнь складываются, это значит кризис сознания. Кризис картины мира ценностей и целей. И нужно разбираться с головой, а потом с внешним миром и с собой. А не бежать там спасаться. Ну, и в общем, я как-то так проскочил эту точку, еще мало знаний было, и улетел. Вот есть депрессия, есть апатия. Апатия, когда ты вот туда примерно уже к темному приближаешься. Неважно, видишь ты или нет. Апатия, когда мир перевернулся, небо стало, светлое стало темным, темное стало светлым. Земля и небо поменялись. И это очень опасное состояние, когда человек может легко умереть ни из-за чего. Просто отказывается от жизни. И так настраивает свое мышление, через это меняется система энергетики, что человек может просто померять. Вот. И я чувствую, что я уже какую-то точку невозврата прошел, и сам оттуда не выберусь. И желания вообще нет. И смотрю, тоненько-тоненько, такая светлая ниточка наверх идет от меня, от моего сердца. Это моя любовь к моей жене, к Ире. Может, ее ко мне. Ну, короче, в общем, я задумался, решил жить и еле-еле вылез по этой ниточке. Если бы этой ниточки не было, ну, не знаю, вряд ли вернулся. Поэтому очень важно иметь пару, иметь любовь к себе и к своей женщине. Да. Это поучительно на самом деле. Без любви, как в анекдоте, получится, шел уже по лесу, забыл, когда Шатил умер, да? Без любви можешь оттуда не вернуться. Если ты заходишь в темные миры, и у тебя неверсальное сознание, ну, вот как у Станеды, посмотрите, он заходит, они там все черно-желтые, черно-коричневые. Это все вот миры, тьмы и мрака. И там все время за ними охотятся. И они еле-еле, он еле-еле оттуда успевает убежать, чуть не съели, чуть не откусили. Там идет охота за твоей энергией. И если тебя поймают и скачают с тебя, это как бензин, да? Заехал в пустыню, тебя взял кто-то и бак слил. Не на чем дальше ехать. Поэтому эти миры действительно опасны, поэтому ну, вот в религиях не советуют и прямо запрещают туда шастать. Ну, вот я учился в суфийской школе, в Турции, да? Единственное, кто в этой школе видел, сам учитель. И когда он узнал, что я там начал практиковать видение, и тут его учеников тоже стал учить, ну, они уже прямо у них вот-вот пооткрываются, в дурдом попадут. Предложил, они согласились. Он меня пытался это запретить, ну, я уже вышел из школы. Вот. Долго очень рассказывал, там, два часа, как-то опасно, геуры, миуры, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Очень жесткий запрет и считает, что пока человек не готов, туда ходить нельзя. У него самого с этим делом, ну, он просто, его учитель раньше умер и, наверное, не до конца доучил. И он говорит, я был на хадже, и вот чувствует, не идет, не идет, все не так, все не то. Я, говорит, пошел к тому месту, где когда-то пророк был. И, говорит, стоял, настроился на тонкий план, хоп, и, говорит, раз, я в другом времени. человек может по времени ходить вперед, даже назад и даже вперед. Мы пробовали. И, говорит, раз я вдруг в том времени оказался, стоит охрана, какой-то там дом, и я понимаю, что это пророк здесь находится и его дом. Я вошел, поговорил с кем-то там, поговорил, настроился, вышел, тот мир исчез, и Илья, говорит, очень хорошо, прошел, конечно. Но у него это произошло спонтанно. А мы учимся делать это осознанно, управляемо. Ну, вот, как вы видите, как на автомобиле, примерно вот так. Человек должен осознанно как-то шастать по этим мирам. Не шастать по этим мирам, а ходить. Нужно обязательно знать зачем. Особенно в темной мере. У нас группа есть, ну, у кого диагноз шизофрения, там, кто раз, кто два раза в дурн. Их детская группа такая есть. Вот, они оттуда не вылазят. И пока они не поймут, вот, не увидят сами, как их контролируют, как они сами отдали волю, потому что попасть туда только, когда сам сдался. Вот так можешь свою жизнь прокакать. Они отключаются, переходят, и потом я их учу осознанно ходить в миры тьмы. Как в гости, как на экскурсию, причем там много всяких соблазнов, они идут группой, друг друга поддерживают, подстраховывают, вот, и учатся не бояться этого мира. Потом ходят светлые миры, потом ходят и туда, и туда, а потом это уже как за хлебом. Это становится нормой, той нормой, которая у человека когда-то была, и которая ему подайна творцом, исходя из изрождения, из божественного нашего предназначения. Поэтому вы либо открываете божественные способности и развиваетесь как божественное существо, обожествляетесь, либо, наоборот, расчеловечиваетесь и развиваетесь как темное существо. Но это уже другой путь. Некоторым душам нужно, наверное, этот путь пройти. Вот мы тысячу лет все вместе через эту тьму проходили. Человек должен уметь затемняться и просветляться. Вот для этого эти фазы и существуют, так же, ночь и день. Ну, если так кратенько. Здесь в чате идет такое общение очень активное и вопрос проскочил. Вне времени я его задам, потому что все вопросы по времени идут вне очереди. А что делать, если неосознанно кто-то попал туда? Как оттуда вылезти? В темный мир? Ну да, свалился туда. Вот спасибо. Смотрите, вот из моего опыта. Ну, я так был уже сильно юный путешественник, но уже что-то умел. И я делал семинар в Новгороде. Что-то там читал. И это попало на как вот это называется, когда черти там празднули? Хэллоуин. На Хэллоуин. И пришло на семинар два местных таких мага. Одна девушка Царства Небесное, она ученица Далай-Лама была. Необыкновенный человек. И местный темный маг, он был замректор отделения Высшей школы экономики. Необыкновенный путешественник космический, могучий, одинокий такой. Но темный очень. И он увидел, что я как бы универсальный и что можно со мной взаимодействовать. Пришел ко мне в номер, за ним вся тяга притянулась. Ну, так сидим кружок вокруг очень плотно. И он говорит, первый раз взаимодействую как бы со светлым и не воюю. Давай сделаем то, давай сделаем все. Говорю, давай хоть просто научимся взаимодействовать. Он ушел, а это все концентраты осталось. Ну, кружок держу там, заснул. И вот во сне как на меня навалилось все. Вот знаете, как трактор на грудь наехал, мне автобус перевернулся, и все, кто надо мной были, ногами стоят у меня на груди. Я не мог вдохнуть, но дождался, пока разойдутся. А тут надавил атаку, расходиться не ходит, никто не собирается. Я дышать уже даже не могу, и думаю, ну, надо же так помереть бесславно, бессмысленно. Что делать, что делать, а ничего, страх схватил. Когда страх схватит, вы видите только два варианта, бежать или нападать. Бежать я не могу, нападать не могу, короче, помираю. Вдруг вспоминаю, что любовь базовая энергия. Первое. Просите помощи. Как что-то случилось сразу наверх. Сила небесная, рот мой небесный, сила небесная. Помогите, дайте мне любви света, помощи, силы. Попросил, прилетел ко мне лучик, пошел мне наполнять, и я наполнился. Послал любви света этой темноте, разлетелось, аж до пригорода. Заснул, снова прилетели, давай давить, я уже не просыпаясь, подышал, на них подул, и все разлетелось, больше не приходили. Поэтому, где бы вы ни были, вы всегда ключи к любви и света, в какой бы мир вы ни приходили. Ну, вот у нас Саша есть, он психолог военный, и мы как бы начали работать вот с людьми, которые слетели с катушек, в дурдом попали. Шизофрении мы изучали. Вот, твория нет, но лечат. Вроде болезнь, вроде не болезнь. Шизофрения – это состояние человека, в которое он попал под воздействием жизнеуничтожающих программ. Это состояние человека, это не болезнь. Поэтому, если работать с программой, он из этого сознания выйдет. Ну, вот, и Саша дал ему девушек, которые вот в этом состоянии, он начал с ними трудиться. И поработает с ними, приходит домой, болеет жена и дети. И он тоже плохо себя чувствует, энергии нет. И, а он, когда опускался до их уровня, их миры, он терял связь с этим миром. И, и нахватывался там, назад возвращался, как, уже сам почти такой. Вот, поэтому он придумал такую штуку, он говорит, если я иду в подвал на минус один, я тогда увеличиваю и у себя плюс один. То есть, двигаясь вниз, он расширяется вверх. Вот, он придумал себе такую штуку, он просто вмещает в себе эти миры, не отпуская свое взаимодействие, подключку со светлыми мирами. И чем он темнее, ниже идет, тем выше подключается в светлом. И после этого у него все наладилось. Поэтому, вы всегда подключены к любви и свету, всегда подключены к роду и к творцу. Первое, если растерялись или что-то случилось, просите помощи. Замечательный прием по поводу увеличения, расширения. Здорово. И вот этот совет, что к творцу обращаться. Первое, подключились, просили помощи, подключились, вас прям подключают. Вы сами отключайтесь, вас никогда никто не подключает, мы сами отключаемся. Бога нет. Он говорит, нет вопросов, отключите. Раз нет, значит и моей энергии нет. Тогда живешь на своей. Вот, первое, вы подключаетесь. Второе, вмещать противника. Вмещать. Ну, грубо говоря, обнять. Вместить его в свое пространство. Выйти из противостояния. Принять его. Вместить. И дальше уже война закончилась, процесс пошел. Это тоже самое военные действия. Сейчас мы зарабатываем там сознание воина нового типа. Это вот, если ты вместил противника, а сам в потоке, война закончилась, тогда он тебе ясен, понятен. Мало того, его темное отпускает, потому что темная иерархия, она питается энергией жизни, а она туда поступает только двумя способами. Первое, когда мы в противостоянии с подобным себе человеком, но который находится там, в темной иерархии, подключен туда. Второе, это когда мы пугаемся или надуваемся. Годыня. Ну и дальше там. То есть в состоянии. Поэтому подключились и вместили свою систему, у кого у вас противоречие, после этого у вас тьма вас отпускает и его тоже, потому что вы как еда выскользнули, а им ваша любовь не нужна. Они это не едят. Они едят только энергией жизни. И питается вашей энергией, которая у вас производит ваши отрицательные эмоции. Хорошо. Как там? Ирина слушает нас? Не слушает? То есть почитательности у тебя объявились? Виктор Михайлович пишет, Ольга Урсул, обожаю вас. И лидия русских. Это наша девушка. Благодарю. Ответили огромную благодарность. Спасибо, Оль. Спасибо. Необыкновенная девушка. Недавно вышла замуж. Первый раз видел счастье. Настоящее простое такое человеческое счастье, да? Да. Замечательно. Ладненько, дальше. Ярослава Ярославная. Вопрос. Есть два вида предназначений. Предназначение души и предназначение воплощения в скобочках тела. Так ли это? Спасибо. Души и тела. Ну, знаете как, много разных взглядов на это дело. Все, что я говорю, это всего лишь мой опыт. Он, конечно, неполный, искаженный в силу моего несовершенства, но я бы так сказал. Знаете как? Вот есть слово «у» – «рок». Если «у» убрать, будет «рок». Рок – это и есть кто ждет нас впереди. Он неизбежен, он ждет нас впереди. Это цель нашей жизни, это предназначение. Мы его намечаем себе сами до рождения, до воплощения. Вот. Поэтому вот а дело материальный мир, тело, дело, потому что делать материальный мир можно только с помощью тела. Дело – это средство достичь выполнения рока. Это значит выйти за пределы познанного самим творцом, потому что мы расширяем пространство познанного самим творцом. В сотворчестве и взаимодействии с творцом и в сотворчестве со своим парой и товарищами мы расширяем непознанное. И вмещаем себя в познанное вмещаем непознанное, новое, мы называем это небывальщина. Вот. Сотворяем новое. Вот эту вот тьму. Туда приходит свет и там появляется что-то новое. Вот. А судьба – это нить судьбы, линия, по которой мы движемся к этому уроку. Ну вот, линия судьбы, нить судьбы, творим мы ее сами. Еще при святой славе греки говорили, русские судьбы не ведают. Мы сами и они сами себе ее творят. Поэтому мы сами ставим себе задачу перед рождением, сами чертим линию судьбы своей жизни. Ну, это, как правило, всегда некая пенусоида или такой конус, называю его там тоннель реальности. И вот эти отклонения – это божественное попустительство. И при отклонении там вот темная иерархия трудится, это ее задача. Она все время нас пытается от этой нити отклонить, сделать все, чтобы мы не добрались до этого урока. А мы должны преодолевать эти сопротивления, эти уроки, если можно их так сказать. И вот эта сила веры, сила вашего намерения позволяет эти воздействия темной иерархии отдел контроля и соблазнения преодолевать. Поэтому вот лукавый соблазн, как там, до невидимого искушения избавить от лукавого. Просит в молитве. Никогда этого не будет, потому что это основа жизни. Мы всегда будем подвергаться в больше или меньшей степени этим соблазнам и искушениям. Для этого, чтобы держать путь души к року, к своей цели, к своему предназначению, надо слушать душу. Она должна быть открыта, чувствовать восприятие, слушать душу, слушать сердце. Только она знает твой путь и твой рок. Потому что жизнь – это путь души, это движение души с помощью тела и ума. Жизнь – это нематериальный процесс движения души в материальном мире. Какие-то можно сказать ловушки есть. Ну, вот могут уводить от нити судьбы вы можете в погоне за земными радостями, ну, что там у нас, всякими благами, удовольствиями, страхами, страстями, можете переплыть свою нить, похожую на вашу. Это вот когда не помогаете, а спасаете, вместо того, чтобы помогать. Потому что даже видение, я не открываю никому видение, я помогаю самому человеку открыть. Это принципиально два разных. У темных посвящение ему открывают, а у нас посвящение помогает самому открыть. Поэтому вот второе, это перепутал нить со своей похожей на другую. Тогда боль, страдания, и пока не поймешь ошибку, будешь мучиться. вот эти все уроки, я имею ввиду, ну, все, что-то перечислил, они для опыта по зазремнению просветления души, возвращению в божественное. Поэтому здесь нужно уметь техники иметь и знания, самоидентификация, диагностика, для тех, кто видит одни технологии самоидентификации, диагностики, кто не видит другие очень простые писанки, мазанки, вот для любого уровня существует технология, которая позволяет вам держать путь. Они редко уменьшают время блуждания вне пути. А это можно научиться только на семинаре. А семинар будет в декабре 22-го в Подмосковье. Могом так говорить? Так, почему нельзя-то? Чуть-чуть. Ну, я привык, что там все время за рекламу гонять на телевидении. А у нас тут... Мы же не занимаемся рекламой, мы информируем людей о том, что происходит. И причем происходит не або как просто время убить, а чтобы пользу какую-то получить. Поэтому об этом не то, что можно, об этом нужно говорить, что вот будет семинар. по предназначение еще важную вещь скажу. Вот если в широком смысле вот у нас два семинара уже тема лидерства идет. И там роль вместо женщины женское лидерство. Вот по-настоящему лидер это мужчина. Женщина половина, когда его выбирает, он не выбирает, она принимает его цель и его путь, его рог. И они вместе к нему двигаются. И вдвоем намного легче держать минимальное отклонение от этой нити судьбы. Вот поэтому без пары даже татары бьют. Шучу, конечно. Я твердо убежден, без пары ну может за этким исключением для святых вот, но это отдельно разговор, это особые души, это уже высшие души. Они могут по-другому здесь жить. Они сами любовь и свет. Поэтому без пары я бы никогда не смог свое предназначение найти. Где я что-то не делал, все не то, все не то. Вот только с помощью Иры нашел вот это свое призвание, и оно мне приносит радость, удовольствие, я чувствую, что я выполняю предназначение. Хотя это долго было никому не нужно, но сейчас начинает все более-более быть востребованным. И наши ребята сейчас пришла потребность в таких людях, которые стоят на этом пути. Макс зашел в военную компанию, с предыдущего выгнали, топ-менеджер высокого уровня, за год уже зам генерального крупного военного концерна. Другой парень, которого чуть не выгнали из аспирантуры, не буду говорить какого вуза, три раза утверждал тему сплоченность. Они говорят, логики материалисты на кафедре писал, говорят, Миша, как ты будешь мерить, невозможно померить, эту тему ты не защитишься. Ну, короче, третий раз защитили, но в конце весной зарубили, уже даже хотели отчислить. Сконцентрировались, весь колхоз наш поработал и на тонком, тары-пыры, тары-дыры. Миша с мая по сентябрь три раза, три новых диссертации написал. И, что интересно, Мишу прямо с аспирантуры приглашают работать в Кремль помощником помощника президента. Вот как бывает. Не знаю, система позволит или нет, уже там палки ставят. Колеса вчера проходила эти детекторы лжи. Но, тем не менее, такое происходит. Вот люди с новым сознанием, с открытым, которые любят себя, идут в паре, любят страну, народ, у них расширенное сознание, у них есть технология, они осознанно живут, они никому не противостоят, даже врагам. А они, если они придут, они будут туда убивать без отрицательных эмоций, это работа такая, они будут не их убивать, а защищать себя, свою половину, родину, свою землю. Вот такие люди уже появились. Поэтому у нас уже переход от простого обучения уже к материализации этих знаний, технологий. И как раз тут волна подошла, потребность в таких ребятах появилась. Ну вот, примерно так вот по предназначению. Поэтому здесь важно еще, бывает, я так падаю, ну вот сейчас начали консультировать там этих властные ресурсы, и это сильно связано с моим предназначением, я сам там в Кремле работал, и это так увлекает, когда вы ловите свою цель, что начинайте забывать о и ресурс здоровья горит синим пламенем. Вот как Королев так вложился, полетела одна ракета, и он умер. А мог бы еще 20-10 потрудиться, чересчур вложился, кто первый полетит, кто не первый полетит на Луну или на орбиту. Вот, понимаете, нужно не забывать себя как цель, потому что цель вы, цель человека пришел на планету Земля, это университет межгалактический, необыкновенное место во всей вселенной, я думаю. Вот, по моему опыту, я такого нигде не видел и не вижу. Необыкновенное место, чтобы сюда попасть человеку, ему надо было там всяких конкурсов, экзаменов и соревнований выиграть. И потом все прокакать, прожать как животное, очень будет обидно. Слететь в нижние миры, шел в аспирантуру, закончил в яслях. Будет очень обидно. Поэтому это необычное место. И сейчас в нашей галактике это необычное событие. Переход от планеты Земля и человеческого сознания из одного состояния в другое. Это необыкновенное. Много сущностей сидят вокруг Земли, хотя бы посмотреть на это событие, на этот процесс, на этот переход. Они даже наблюдая эволюционируют. А мы осуществляем этот переход. Вот какое почетное нам место досталось в это время. Но оно и трудное. Потому что мы сейчас делаем этот переход на планете Земля, его даже творец не знает, как это делает. Мы этот переход сотворяем вместе с ним. Это совершенно новое в космосе. Сознание зашло, тысячу лет прошло через тьму. Многие мы с ней уже сроднились, сами чуть ли не темными стали, а кое-кто и стал. Хоть жили там, вообще что-то дали жару. И теперь мягко, потихоньку, плавно просветляется, просветляется сами, с помощью друг друга. Поэтому нужно, чтобы сам у себя был, чтобы у тебя была половина. Нет половины, мы делаем двойку. В двойке двигаешься, в группе двигаешься, в проекте двигаешься. Вот примерно вот так. Да, но здесь еще такое сообщение пришло Насте Виноградову. А я тоже обожаю Виктора Михайловича. И Елена сразу поддержку делает. Спасибо вам, ребята. Елена так, а почитателей уже прибавилось. А по поводу всяких пекельных и темных чумазеньких ребят с красными глазками и острыми ушками, с хвостиками и рожками, здесь мы привыкли, что нам подают упрощенную форму, вот они настолько пинают и что так далее. Если уж про эти меры мы будем делать отдельную передачу, то, наверное, мы коснемся того, что на этих ребят очень много чего возложено. Пинать это как бы только такое небольшое. Тяжелый труд. Да, да. Там и утилизация, они должны утилизацией заниматься, они должны и в случае, если человек уже поднялся над уровнем вот этого примитивного создания, то в этом случае они помогают оттуда, то все это нижнее. Да нет, ребят, тут они попинают сначала хорошенько, потом еще проверят, потом еще экзамен проведут, а вот после этого уже как этот Вакула летал на черте, вот из этой же серии. Ну, раз надо полететь, ну, куда же деваться, полетим. Но надо быть готовым к тому, что, во-первых, сам должен соответствовать очень высокому уровню, а иначе запинают по полной программе. Ну, ладно, огненный план, о котором говорили, например, Рерихи. Честно скажу, с разбега не знаю, надо взять, почитать в контексте про какой мир они говорили. Ну, можно с разбега сказать сначала так. Есть стихии воды, земли, чего там у нас еще, воздуха и огня. Может, был разговор об огненном аспекте, о стихии огня, она базовая в этом смысле. И, конечно, это очень важная энергия, земная, земные энергии. Может быть, об этом говорили. Надо посмотреть аспект, что с этим связано, о чем. С разбега так не скажу. Не так хорошо знаю Рерихов, что-то смотрел, читал, но не глубоко. Понятно. Идем дальше. Ярослава Ярославная. Вопрос. Как узнать задачу своей души? Невозможно узнать или можно только почувствовать. Это вот как узнать свою девушку. Ну, и дальше размер, груди, высота, рост, вес. А он меняется все время. Невозможно только почувствовать. Вот мы же говорили об этом уроке, о предназначении. если у вас открыто чувственное восприятие, вы душой чувствуете. Она не она. Я имею в виду девушка. Он не он путь. Понимаете? Это чувственное восприятие. это вот как стрелка компаса чувствует, где север. По каким? По невидимым, по тонким. Тонкий план позволяет здесь, конечно, полегче с ним определяться с этим путем, с этим предназначением, с этим выбором. Проблема выбора это главный стресс человека. И чтобы его делать, надо вооружиться картиной мира, максимально расширенной и открытой, которая должна включать в себя все новое. Ну, грубо говоря, так. Вот какие знания надо было дать? Если эзотерически, то вот картина мира, раз, куда вы вмещаете все существующие идеологии, религии, магии, хренагии, вот все, что есть в картинке, вмещаете. Религиозные, материальные, магические. Вот второе, вы должны понимать, что такое человек. Вот не просто тело и органы, а с точки зрения тонкого плана, энергетические. Где дух у него заходит, выходит, да уже гуляет, где хочет, когда хочет. Как снискать этот дух? Вот у китайцев партия поставила получить дух снискать дух. Поэтому даже нашего папа пригласили самого главного патриарха, чтобы с ним посоветоваться. Нет ли у нас мест, где можно дух снискать? Они понимают, что без духа они не могут стать вместо американцами лидера мира. Лидерами мира у них изм нет. Поэтому второе, понять, что такое человек с точки зрения тонкого его устройства, энергетического устройства. А здесь надо понять, что такое душа. И тогда надо понять, вот творец, вот мир и роли места моего в этом мире. Я-то ему зачем нужен? Он мне зачем нужен? А куда двигаться в этом мире? Что такое человек? Дальше зачем нужна женщина и мужчина? Что такое пара? Как складывать в паре? Вот знания. Они все очень простые, ничего сложного нет. Но третье, ребенок. Откуда он берется? Куда мы уходим после того, как помрем? Его роли места. Он кто? Раб Божий. Наша собственность. И мы что хотим с ним и дело. Либо это наш духовный тренер пришел. Вот роли места ребенка это очень важная вещь. Третье, причем роль места ребенка в динамике. Чем больше он становится, тем сильнее его роль меняется. Следующее, семья, семь яколок. Я, я, четыре бабушки, дедушки, папа, мама и ребенок. Как вот это закручивается? Как здесь сложить в этой семье? Следующее, род земной. Куда мы входим? род земной Петровы, Сидоры, Ивановы. Они кто такие? Они что тут делают? Ядро рода, не ядро рода. У меня какая функция в роду размножаться или богатство, или я опущенный из рода, могу идти куда-то. У Иры моя очень хорошая лекция есть на сайте, посмотрите, сайт называется, буду маленькую рекламу делать, извините, называется матрешка ма3, забыл как называется, ма33.su, матрешка короче, вот очень хорошая у меня, и сам даже удивился, как здорово сделала моя жена Ира. Вот, когда вы поняли род земной и свое роль и место в этом роду, вам становится спокойно. Вот у нас у Миши рожает и рожает Катя уже пятеро, и остановить процесс не могут, смотрят, а у Миши задача укрепить рода, то есть мало людей осталось, она подразмножится чуть-чуть, иначе исчезнет эта фамилия. Вот Катя вместо сильной карьеры делает задачу Миши выполняет, выполняет с любовью, могла бы быть самая главная там утиталатливая человек. Но в силу того, что есть у нас такой проект сотни, есть группы, она дома сидит с пятью детьми, спокойно ведет группы, развивается покруче, те, кто кандидатских защитили. Тема развивает очень интересную. Она уже специалист по родам, пятерых дома родила, она уже специалист по тонковому плану, а они сейчас специалистами становятся мы секс ввели в изучение как тонкоматериальный процесс, что девки там делают, в этот раз доклад делали, мухи летали, когда это все рассказывали, и смогли это довести до нас без падения на вторую чакру. Мы это смотрели, что-то секс с божественной точки зрения. Необыкновенно Катя вещи делает. Вот так вот можно, имея общину и артели, развиваться даже без отрыва от кухни. Вот дальше род земной, дальше род небесный, куда уходят мои родичи, которые достигли предела своего развития на планете Земля, и как с ним строить отношения, и как они со мной строят отношения, как они поддерживают, как они языком жизненных обстоятельств мне помогает этот путь найти и выполнить предназначение, как они мне помогают добывать знания, опыт и мудрость, которые нету в роду. Именно то, зачем я сюда пришел по заданию рода. Вот, и когда вы все это все рассмотрели, тогда уже может переходить в материальный мир и творить в материальном мире свои проекты, не попадая в ловушки материального мира. Деньги, секс, слава, что там, власть, и знания, ну и много там других всяких прихватов. Это если с точки зрения эзотерики смотреть, если с точки зрения науки смотреть, то вот смотрите, картина мира, это, грубо говоря, Москва, как по Москве ехать куда-то. Карта Москвы, картина мира, дальше GPS-ик включаете, а где я в этой Москве сейчас нахожусь. Третье, самое важное, а куда мне ехать в Москве, куда я хочу ехать, должна быть стратегия личного развития или личная стратегия развития. Чтобы этот путь движения был осознанный куда, никуда все за деньгами, за славой. Следующий это технологии движения. На чем ехать? На велосипеде, пешком идти, не знаю, там еще как-то. Следующие циклы надо учесть. А сейчас что? Зима, весна, лето, осень, ночь, день. Ну и дальше уже технологии движения. Вот это все как бы я так полушутя разложил, какими знаниями, технологиями человек должен обладать, чтобы он жил осознанно. Нельзя жить методом пробы ошибок. У нас одна девушка так вот пыталась найти половину. Она выходит и говорит, задолбалась. У меня только серьезных отношений было, 25 серьезных отношений, когда я пыталась выйти замуж. Либо он убежал, или успел живым, потому что у меня мамкина программа, папка у меня повесился. Она так умеет любить мужиков, что папка моя повесился, а отчим еле-еле успел убежать. Чуть не помер, не убежал бы, помер. Такие бывают жизнеуничтожающие программы. Поэтому вот она проделала огромный путь. Осознанно теперь ищет половину. Вчера она большой пост занимает на крупном симпозиуме. Подошел к ней там большой человек и говорит, какой твой номер? Приходи, заходи, уходи. А я говорит, ну, обижать нельзя, слишком большой пост, там мы и на одном поле трудимся. Подумала, потом подошла к нему и говорит, знаете как, я уже в этом виде спорта не выступаю. Поищите что-нибудь другое, извините. Я вот, может, с вами это сделаем, то сделаем. Он говорит, так смутился, но мы расстались с друзьями. Вот, так бывает. Ну, ладно, такой мой краткодлинный ответ. Длинно-краткий, да. Хорошо. Тут еще прибавляются почитатели и соратники, видимо, друг другу уже привет и шлют, привет и так далее. Все хорошо у нас здесь в чате. Дальше. Радомир Катенев. Вопрос эфир. Темное и светлое – это равновесие мира или война миров? Одно не существует, не может существовать без другого? Одно не может существовать без другого, потому что это части Творца. Ну, представьте, некий там шар, да. И часть – это есть Творец. И у него никого нет, кроме его самого. Он пришел из другой реальности, проявился здесь, и вот он тут один. Он делит себя на две части. Мужскую познанную и женскую непознанную. Х, игрек и два игрека, грубо говоря. И вот это познанное мужское ядро потихоньку расширяет, включает в себя непознанное женское в виде конкретной женщины, а вместе с ней вмещает внешнее непознанное. Оно всегда природа женская. Поэтому вот человек, мужчина, приходит на землю, он должен вспомнить, кто он, научиться собой управлять, подключиться к потокам небесным, научиться их проводить, принимать, проводить себя, разворачивать на разных уровнях, на разные частоты, на разные цвета, через чакры, на горизонталь, и этими людьми что-то там сотворять новое. Как только он одухотворился, дух вошел в него, у него вторая задача одухотворить свою половину. Для этого надо научиться искать. Она точно существует ваша половина. Она есть. Это не любая женщина может это исполнять. Между половинами особая любовь. Есть человеческая любовь. Она между всеми человеками. Есть особая любовь между половинами. Она высшая. Она преодолевает именно все трудности. поэтому только так мы можем побороть все наши несовершенства, двигаясь в паре. Помогая друг другу вот это саморазвитие самопознание через взаиморазвитие взаимопознание. Это базовая вещь. У белого человека, у славян базовая вещь это пара. И смысл жизни развития. Больше никакого нет. Вот после этого, когда свою половину сложили, с ней вместе научились складывать, дальше приступайте к главной задаче. Одухотворяйте социум, делайте, строите троичный социум. Вот то, что сейчас мы будем делать. Его разрушили, когда были труженики, воины и жрицы. Ну, с подкастами всякими разными. Вот сейчас мы будем делать троичный мир. И точно так же одухотворять природу, делать ее творичную, троичную, создавать не огромные мегаполисы, города, а гармонично жить в стихиях, взаимодействуя с этими стихиями. В том числе, вот, как говорят, со стихией огня. Вот примерно, и что это дает? Это дает возможность этот мир отраженный. Как там, как наверху, так и внизу. Начинаем делать внизу, так же, как и наверху. Все больше, больше в духовном смысле, в светлости этот мир становится похожим на более высокий мир отраженный. Мы его одухотворяем, просветляем, просвещаем. Вот задача мужика, по большому счету. И вот он ороч, орает, пахает, висеет. Здесь свет и любовь, и она всходит. И я очень образно говорю, вот это это и есть роль и место мужчины и женщины. Поэтому у мужчины первое, что он говорит, я мужчина, я представляю здесь творца, я беру, у меня три функции. Первый, я беру на себя роль лидера, берет сам, а не жена говорит, возьми, а то валяется никому, у вас твоя не нужна. Я определяю направление вместе с женщиной. И пока она не скажет, да, пока компасы не показывают на ваш рок, не двигайтесь. Ну, или двигайтесь там синусоиды своей. И третье, он ищет ресурсы, определяет ресурсы, которые необходимы для этого. А женщина создает условия для этого движения и двигается вместе с ним. Не за, не возле, не под, не над, а рядом. Ну, так примерно. Гудеерсов Каулоу, вопрос эфир. Как определить открыто ли или закрыто сердечная чакра? Давно плакал. У меня очень долго было закрыто. Ну, у меня было очень открыто с детства. Я так трудился, что мне это очень мешало. Например, на соревнования. Приезжаем, я выступал за свой колхоз там, бегал короткие дистанции сильно, был кандидатом. И вот ставят меня со взрослыми один раз. Ну, совсем со взрослыми. Такие у меня много больше, чем я весь. Они в шиповках, а я в тапочках спортивных. Я так заволновался, у меня слух пропал. Два раза стреляли, не услышал. Третий раз уже так вместе со всеми побежал, второй прибежал. Ну, понял, что я чересчур чувственный, эмоциональный, надо что-то с этим делать. Реально пропал слух, я не слышал, как стреляли. Второй раз я слух потерял, когда с парашюта первый раз прыгнул. Девочка подошла, запасной забирает у меня, и рот там ам-ам-ам, а я не понимаю, что слух пропал. Я начал себя примораживать. Потом, когда меня бандите в Крыму там поймали, хотели, чтобы я кое-что для них сделал, я был главодминистратор президента Крыма. И они мне там, ну, что только не делают, трудятся, творчески там, в пещеру затащили. Вот. А мне, я думал, отписывайся, мне даже не страшно, чуть ли не так боль, чуть-чуть чувствую, но не сильно. Я понял, что я приморозился, потом несколько лет назад отматывал, я ее еле открыл с помощью Иры. Очень сложно. Очень трудно это дается. У нас прям есть специальные на семинаре группы, которые занимаются. Одни через пение, другие через чувственное восприятие тактильное. Третьи сидят, это уже теперь все вместе стали это делать, раскрытие чувственного восприятия через литературу и искусство. Я думал, что фигня очень сильно получается. парень из Беларуси вместе с моей Машей это ведут. Много разных приемов, которые позволяют это сделать. Очень здорово, когда вы имеете среду обитания, в которой ваш друг и ваши друзья, лучше, чтобы была какая-то группа людей, на семинар приезжайте, там критическая масса людей с открытым чувственным восприятием. Вы даже ни хрена ничего не делаете, к концу, ну, как вот, знаете, как часы, в конце цокают все в резонансе. вы вынуждены будете поднять свою частоту и энергетику и открыть чувственное восприятие. Кто, кому не получается, они проходят через специальные группы для новичков, там есть специальные тесты, упражнения. У нас 90% семинара направлено на индивидуальную групповую практическую работу с вашим сознанием, с вашим чувственным восприятием. Это как бы люди сильно приморозились, особенно современные ребята. Система образования, она левополушарная, она логическая, она на память рассчитана, делается все, чтобы закрыть чувственное восприятие и правое полушарие. Поэтому задача трудная. Ну, уже натренировались, она решается. Я еще сделал бесплатным вечер. Если в Анапе, мы идем на плато креста, очень сильное место силы. А потом делаем там упражнения разные и делаем одно из упражнений, называется ручеек. Становятся мужчины и женщины. Не обязательно там как-то в каком-то порядке, хотя можно там усилить мощность этого. Кстати, темная такой маг, девушка из Логограда научила этому нас упражнение. Вот хрен поймешь, где надежды потеряешь. Этот ручеек стоят люди, они учатся дарить любовь. Они прикасаются, гладят, говорят вам слова, как правило, те что, они хотели всю жизнь, чтобы им кто-нибудь сказал. Вот. Они учатся дарить вам любовь. А вы идете через этот строй, можно сказать, вас держат под руки, порука такая, вы идете с закрытыми глазами, они вам дарят любовь, а вы учитесь ее принимать. Они учатся дарить, а вы учитесь принимать. Вот там чудеса разные бывают, даже я иногда плачу. Есть струны души, которые затрагивают люди. Если этот ручеек разогревается, в конце вы идете, ну, мало у кого открывается. Бандит мой этот, очень боялся через это проходить, он говорит, ну, вот, я сейчас пройду, я работу потеряю, я же должен ненавидеть людей, тут сейчас они меня научат любить, и что я тогда буду делать? Поменяешь профессию, а что я буду делать? Будешь консультировать? Вот он примерно туда сейчас и двинулся. Поэтому весь семинар направлен, найдите себе такое сообщество, где вам помогут это сделать. Самому сильно сомневаюсь, что это можно сделать, слишком, за тысячу лет слишком сильно научились запечатывать. Ну, вот, я вот закрыл и открыл, и теперь многие ребята у нас это прошли. Найдите где-то, где вам помогут это сделать, но не перепутайте с открытием видения. Видение лучше открывать после того, как открылось чувственное восприятие. А оно само почти откроется. Вот, или приезжайте вот в декабре на семинар. Не агитирую, предлагаю. У нас и так там, в общем, где-то сто человек всегда приезжает, больше ста уже тяжеловато. Ну, вот здесь тоже неплохо получается у нас в Москве. У нас два в Подмосковье зимой и два летом в Анапе. Это, по сути дела, главная задача, которой мы приезжаем. Открытие чувственное восприятие. Ну, что еще позаветую, может быть, потом в конце дам какое-то упражнение. Чувственное восприятие закрыто, когда человек находится в голове. Вот, интеллектуализм. И чем вы умнее, тем сильнее вы там сидите. Грубо говоря, вы там и задаете вопрос, и на него там же отвечаете. Отвечать должна душа. Душа да, нет. Потом ум включается. Как? А потом тело делает. Если вы сидите в голове, ну, делайте очень простое упражнение. Вот это вот аутотренинг. Как там? Где ваше внимание? Там энергия, там и кровь, если говорить о теле. Поэтому надо научиться выходить из головы. Это первая задача. Как это сделать? Ну, одно из упражнений это аутотренинг. Моя правая рука тяжелая, кровь поступает, лу-ла-ла-ла-ла-ла-ла, приливает. Я чувствую там в указательном пальце наливается, тяжелеет, и вы слышите пульс. Вот. Это значит ваше внимание в этом пальце. И туда энергия пришла ваша, и кровь пришла. Отменяете. Потом правая рука, потом правая нога, левая нога. Погуляйте по телу, пусть ваше внимание погуляет по телу, это вышли из головы. Потом сразу в грудь прыгнули, сделали себе такой ротик, и подышали энергетически. Потом проявляйте солнце. Потом сделаем это упражнение все вместе. Живое и теплое творец проявить живого теплого солнышка. И вспоминайте восход. Если ваше внимание остается в груди, вы проявляете это солнышко, оно живое и теплое, живая картина. Если вы снова убежали в голову, оно как на резинке убегает ваше внимание, оно проявится, но будет холодным, будет рисунок. Возвращайтесь назад, снова, ну и вот так вот мыкаетесь. Некоторые люди погоду пытаются открыть себе чувственное восприятие, ну через такое упражнение. Потом все равно открывается, потому что понимаете как, не видеть тонкие миры, это не норма. Это как не дышать, как закрытыми глазами жить. Видеть тонкие миры, это норма. Скоро в дурдоме будут лежать те, кто не видит. Сейчас там лежат, кто видит, будет ровно наоборот. Поэтому сейчас такое время, что я думаю скоро массово будет это открытие происходить. Люди будут не знать что делать. Наверное какие-то там помощи откроют, куда надо бежать, не в дурдома к этим людям, чтобы они им помогали. Ну как на машине едешь, вдруг глаза открыли, а ты едешь, или на самолете летишь. Надо быстро научиться этим владеть. Ну, я бы вот так сказал, начните с этого упражнения. Вот с этого по рукам по ногам погуляйте. Вариантов очень много, все сейчас не расскажешь. Лучше это делать в команде. Согласен. Когда мы вместе, то это все интересней. Настя Иноград написала, да, это очень круто, Максим Деревягин и Маша Минина ведут. И сразу Леонид написал, записаться на семинар можно на сайте, ну и дальше матрешка СЮ. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира из Мытищ. Теория тонкого плана величайшая беда человечества, утверждает он. Так уж вышло, что человек стремится заполнить своим восприятием все пространство вокруг себя, словно бестолковый пассажир дырявой лодки загружает ее бестолковым барахлом. Тонкий план это и есть барахло восприятия, которое не позволяет существу разобраться в смысле своего существования до самой смерти. Тонкий план создает мнимое ощущение надежности дырявой лодки и иллюзия бессмертия. Так и тонет дырявая лодочка под тяжестью бесполезных теорий и суждений. Вот так вот. Уж какой я был материалист. На Алтае со своими друзьями поехали, они уже там видят, один через дородом прошел, так сильно быстро хотел видеть. Вот, и они лежим, смотрим на небо и они говорят, о, смотри, вон, смотри, а я ни хрена не вижу, кроме звезд. Ну, короче, это и то, и сё. Я уже злюсь. Ну, я не чувствую себя дураком, но начинаю уже злиться на них. Что, типа, может, врут, но я понимаю, что не врут. Не получается ни хрена ничего. Утром просыпаюсь, я их нет, они пошли восход солнца встречать, там, такой обряд делать. Я побежал, там их на обрыв, такая скала. Солнце начинает сходить, раз птички перестали петь, тишина гробовая. Абсолютная. Вот оно сходит, сходит, чух-чух, и потом всё запело, заиграло. Чё-то я почувствовал, но ничего не понял. Очень долго шёл ко всем этим пониманиям, осознаниям, ощущениям. Вот, что здесь надо сейчас взять поток, человека послать любовь и свет, вместить его в наше мировосприятие, в картину мира. Вот в этом мире есть человек и с таким восприятием, он считает, что тонкий план это фигня. Имеет право, имеет право. С его точки зрения, с его горы, с его кочки, кажется так. На этом этапе его развития. Неплохо, нехорошо. Единственное, что сейчас вот опасно так думать, потому что это как в море плывёшь и говоришь, воды нет. Раз перевернулось, надо плыть. И что делать? Обычно вот таких людей открывается неожиданно. И потом уже не до позиции. Так воспитали, этого нет, этого не должно быть. Как там было? Учение Маркса вечно, потому что верно, потому что вечно, потому что оно верно. И так далее, и так далее, и так далее. Это всего лишь взгляд логика материалиста. Он очень удобный. Картинка понятная, всё понятно. Если что-то не можешь объяснить, лучше выбросить. Куча всяких в музеях мира, в загашниках, лежит куча всяких находок, которые ни хрена теории не объясняют. люди по 3 метра. У меня дед копал на какой-то речке в Монголии. Нашли 3,5 метров скелета. Отправили, приезжаем, потерялись. Ну, и так далее. Имеет право. Я на это нейтрально смотрю. Неплохо, нехорошо. Хорошо. Дальше Радомир Катенёв за этот вопрос. А где можно пообщаться с автором, то есть с тобой? В семинаре. Конечно. Я сейчас почти не консультирую, очень сильная перегрузка. Ну, вот так, если интересно, там и на семинаре. А так мы готовим семинары и делаем разные проекты. Я консультирую своих ребят. У нас так вот устроено. Есть сайт, там где-то около 3 тысяч человек, 2,5 что ли. Ну, мы всё время подчищаем мёртвые души. Вот. На сайте есть уголок новичка. Вы туда заходите, на сайт записываете уголок новичка. И вас там в течение месяца вот этой всей фигне учат. Ну, такой ликбез. Вы осваиваете картинку, технологии, потом. Или вам это не подходит. Говорит, фигня, как вот этот молодой человек или человек сказал. Не подходит. Потому что как бы всем нужно своё. Школ этих миллион. Надо выбрать своё, то, что вам нравится. Кто на самолёте, кто на лодке, кто чем. Это как спорт. Через что-то вы развиваете. Через какое-то. Вот. После этого вам нравится. Подходит это. Чувствуете, лучше стало внутри, лучше стало вовне. С друзьями, с женой, с жучкой, с внучкой. запишите меня в проект сотни. Сотни это где-то около 200 человек. Вдох-выдох где-то 150-200, 150-200 так вот протекает. У нас всё протекает. Абсолютно открытая система. Никаких тайн ни в знаниях, ни в технологиях, ни в чём нет. Этот проект социальный, бесплатный. Мы на него очень много сыра тратим времени. Он устроен как община, как артель. Честно, открыто. Он разбит на группы. Ну, где-то там 20, не помню, сколько там групп. Там всё время мы стараемся, чтобы половина мужчин, половина женщин было, чтобы можно было сделать двойки. И они трудятся. Изучают себя, консультируют друг друга. Вот сейчас упор в следующем семинаре будет сделано на технологии консультирования. Оказывается, там старички сильно оторвались от новичков и могут много чего делать. А те ещё не очень много делать. Вы в этой группе развиваетесь. Это маленькая артель. Сайт и сотня это община, это артели, где вы занимаетесь собой. Вы занимаетесь саморазвитием, самопознанием через взаиморазвитие и взаимопознание. Вы вытаскиваете противоречия изнутри в группу и там их учите гармонизировать. Вы таскиваете противоречия из пары в группу, там их гармонизируете, потом назад приходите и уже умеете выходить из этих конфликтов и проходить их, переводить их в задачу, а не противостоять и бороться за власть. Вот так, тихонько-тихонько, на определенном этапе вы попадаете в группу, которая уже, например, готовит тему на семинар. Вы готовите при моем там сопровождении в Ирином, готовите, делаете либо круглый стол, консультируете, рассказываете про эту тему, либо выступаете. И опыт выступления перед 100 человеками очень ценно. Вести группу с серьезными ребятами – это тоже ценно. Вон сейчас ребята наши в Питере на таком крупном форуме Ростеха оказались звездами. Ну, на уровне зама там генерального компании крупной военной. А там очень серьезные ребята. А они звезды, они ведут. И там, и там, и там, и там они превосходят. Все говорят, конверсии невозможно делать. Они говорят, невозможно, но надо. Поэтому мы невозможно перевели в возможно и ищем возможности. И выступают, и все слушают их. Открыв рот. И не дуются. Поэтому на определенном этапе вот прошли опыт. Причем, когда тему делаем, мы совершенно не изучаем литературу. Мы берем личный опыт и тонкий план. Больше ничего. Поэтому все темы у нас, когда разрабатываются, на них не влияют никакие научные и религиозные теории. Мы берем все из жизни. Это практический опыт. И тонкий план мы через это расширяем. Видим причинно-следственные связи более глубоко и длинно. Они не только в этой жизни могут быть. Ну, чего только не бывает. Например, к нам пришла подруга и говорит... Я, по-моему, рассказываю. Они очень богатые ребята. Как только уезжаем в свой замок в Англию, у меня начинается паника за детей. Причем, там, охрана. А я прямо аж трясусь. Вот лечилось у психолога. Вот мне ни хрена не помогли. Сюда приехал тоже у серьезных ребят. Лечилось не помогло. Глотает коньяк и успокоительные таблетки так, что при половом акте даже не чувствует, совершается он или нет. Ну, так притупляется чувствительность этими таблетками, что вы теряете чувствительность везде. Особенно в самом важном месте. Ну, мы обычно с друзьями не трудимся, потому что... А тогда, где отдыхать? Получается, Новый год. Не Новый год, а консультация. Ну, пришлось помогать. Мы так, если окна на месяц бились, ничего не помогает. Мы не понимаем, почему у них паника. Потом начали тонкий план применять. Начали смотреть. У нее сильные способности сразу пораскрывались. Пошли туда. Смотрим. Она пришла, что-то там натворила в прошлой жизни и попала в миры темные. Там подписала контракт, что вернется на планету Земля и всех детей, которые родит, отдаст туда. Она пришла, познала любовь. И оказалась от контракта. Эти все время приходят за детьми, она сражается за них. У них все время идет война. А чем больше на Запад, тем больше тьмы. Особенно США. Чем больше на Запад, на Юго-Запад, тем больше. Чем больше на Восток. Вот где-то середина Сибири максимум света. Границ проходит через Питер. На четыре части может планету разделить. Начали трудиться. Пошли. Она тоже выпускной вечер себе сделала. Отпустили ее. Пошло, пошло, пошло. Сейчас вообще уже забыла, что это такое. Эти страхи, эти таблетки. Вот без тонкого плана никто бы ее не вылечил. Понимаете? А уже она практически за ку-ку была, а не ку-ку. Таблетки перестала. Ну и так далее. Короче, проблема решилась. Без всяких особенных... Ну где-то за месяц мы все это с ней прошли. Ну там еще раза четыре с интервалом месяц поконсультировались и закончилось. Поэтому вот такая вот штука. А сейчас уже у нас кто вот там года два уже, наверное, этому проекту нашел. Самое главное, он бесплатный. Потому что представьте, если вы будете ходить консультироваться к психологу в Москве от трех тысяч до девяносто тысяч за час. Есть вот у нас такой хлопец, не буду называть фамилии, очень растусованный, где-то на всех кассах лежит. Он девяносто берет, тысяч за сорок минут. Вот, ну представьте, там средняя цена 300 евро у серьезного психолога. Хорошего проконсультироваться за час. Вот, вы должны сказать, что вы будете ходить, например, полгода. Потому что если вы один-два раза придете, бессмысленно. Правильно тоже. Как раз в неделю будете приходить. Вот, посчитайте, за два года сколько ребят себе сэкономили энергии, времени, здоровья, отношений. Консультирование у нас внутри бесплатно, в том числе и мое. Внешнее платное. Потому что внутри у нас дарение. Мы поддерживаем друг друга. Не считаем, кто кому сколько там помог. На семинарах почти каждый вечер у нас консультирование личное, глубокое. Индивидуальное или групповое. Групповое консультирование отработали. Очень сильная штука. Группа работает с вами. У каждой своя задача. Функция один сидит, смотрит. Чтобы никто там в тьму не завалился. Присматривает безопасность на тонком плане. Поэтому вот такой у нас колхоз. Я не рекламирую, естественно скажу. Потому что, знаете как, кому рано, кому поздно, кому неинтересно. Это для... Нужно всем, но мало еще кому нужно. Главную задачу, которую мы решаем, мы помогаем человеку, который хочет проснуться. Проснуться. Осознать, где он. И двинуться дальше осознанно. Осознанно уже, не имеет одного пробы и ошибок, строить свою жизнь. Вот что мы делаем. Это мое предназначение. Такое вот. Ну, по крайней мере на этом этапе. Дедушка мне говорит. Сеешь и не оглядываешься. А вдруг асфальт? Не твое дело. Твоя задача сеять. Сколько посеял. И не сильно трать на учеников. Быстро помог, встали рядом, пошли вместе с тобой. За тобой, чтобы никто не ходил. Там уже засеяно. Поэтому девиз «За мной» для меня уже устарел. У меня девиз «Кто со мной?» Но так длинно отвечал. Извините. Хороший девиз, да. Валерий И. Вопрос в эфир. Когда человек возрастает и готов, тонкий план и так ему открывается. Зачем учить недоученных, недостойных, вернее так. Зачем учить недостойных лезть туда, где им находиться рано? Это бизнес такой? Не думайте, что с вас спросят потом. Спасибо И. За вопрос. Знаете как? Планета Земля такая территория, где не учишь – спросят. Почему не учил? И учишь – спросят. Почему учил? У меня открытая система. Вы решаете, входить в нее или нет. Написано «Открытый семинар». Туда чуть ли не черти могут приходить и приходят иногда. Да, я их использую как наглядное пособие. Честно показываю, кто они, зачем пришли. Сейчас очень многие из темной иерархии переходят в светлую. Закончили свое. Помогаем этим душам перейти. Он у Саши, который два раза в дурдоме был. Говорит, все, не могу, караул. Вокруг него там сотни стоят. Сань, давай отсортируем. Кто хочет перейти, помогай перейти. Делай, как я. Раз, два, три – все, перешли. А эти тебя тренировать пришли. Ну вот, отпусти их пока. Или тренируйся. Поэтому тонкий план. Понимаешь как? Можно сказать, а нахрена вы учите читать, писать, товарищ учительница? Это не всем дано. Хватит одного на деревню. Он всем письма напишет. Дело в том, что задача, особенно сейчас у человека, раскрывать свои божественные способности. У русских вообще не в артели. Смог я, сможешь и ты. Смог ты, сможешь я. За счет этого и идет развитие человека. Раскрытие его божественного содержания. И движение его по пути вверх. Домой. Поэтому это наша личная и общая задача. Домой, к Творцу, на небо. Видение важное, но не главное технология. Это одна из технологий. Сначала все приезжают, научите видеть, научите видеть. А кому-то не дается. Потому что оно ему нахрен не нужно. Он на этом хочет либо духовное в деньги превратить, или еще что-нибудь. Ну, или тупо на этом зарабатывать. Открывать видение, не разбираясь. Это третий глаз или оку души, грубо говоря. Поэтому я отвечаю только за то, какие знания вам даю и как даю. А вы отвечаете за то, что выбрали этот колхоз. И отвечаете за то, как вы учитесь. У нас, у них, у этих. Вам учиться все равно придется. Вы это и делаете. Только делаете осознанно во сне. Или неосознанно. Методом пробо-ошибок. Дорого и долго. Поэтому и появился круг сансары. Вот это по несколько жизней на плане Земля крутится. Второгодники, восьмигодники, многогодники. Если говорить о школе под названием «Плавит Земля». Или одногодники, или немногогодники. Отсюда не выскочишь, пока не пройдешь определенные уровни. Поэтому лучше это делать осознанно и управляемо. Дешево и быстро. И еще и счастливо и весело. В кругу друзей. Вы знаете, как у меня полностью почти окружение поменялось. Когда вы начинаете разворачиваться из тьмы в свет. Начинает отскакивать все присоски. Причем у Иры подруга с детства была. Думала, что подруга. Она просто паразитировала на ней. Больше ничего. У меня попваливались. Сейчас в основном новые друзья завелись. Вы не представляете, как же мы отдыхаем и трудимся. Когда собираемся у кого-нибудь дома или где-нибудь. По 10, по 20 и больше человек. Мы поем, танцуем, анекдоты расскажем. Ржем. Семинар заканчивается в час ночи. Хочется спать третий день. Уже голова отваривается. Не-не-не. Попеть. Попеть. Два часа поют. Два часа поют. С удовольствием. Или собирается за столом. И начинает шутить друг на друга над своими. Это ржачка. Живот болит три дня после этого. Весело. Счастливо и весело преодолеваем свои противоречия. Вот это настоящая община артель русская. В чем там в этом смысле русская, с точки зрения знаний древнеславянских. А так у нас открыто там хоть черти заходи. У нас никаких ограничений. Ни для рас, ни для национальности. Все люди. Абсолютно никаких. Но опираемся мы на эту систему знаний, на эту картину мира. Потому, что я считаю, что она более полная и неразделяющая. Потому, что картины мира другие, они разделяющие. Восточное христианство, западное. Мусульмане, шииты, суниты. Вы не представляете, что такое мусульмане, шииты, суниты. Хуже, чем немцы и русские в 45-м праву. Как один пророк, как разделились на две части. Ну, и так далее. Верные, неверные, верующие, неверующие. Право верное, лево верное. Примерно вот так отвечал. Спасибо за вопрос. Да. Так, дальше. Дмитрий Мурашов. Вопрос. Как выбираться из тяжелых состояний, если не миров? С чего начать? Если миров. Ну, вот, тяжелые состояния, в скобочках, если не миров. То есть, не из тяжелых миров, может быть. То есть, из тяжелых ситуаций, но не миров. С чего начать? У нас был один парень, сотни, вот, Дима Мурашова. Может, это он и есть? Закрытый, одинокий, как-то так схлопнутый. Может быть, так и не выбрался. Как выбираться? Ну, вот, ну, как ответишь? Сначала надо диагностироваться, понять, что у вас происходит. Куда вы попали? Ну, грубо говоря, у человека жизнеразрушающие программы. Жизнеуничтожающие даже. И жизнеутверждающие. Надо понять, какая из программ поймала вас за задний СССР. И надо ее отделить, ослабить и заменить. Если очень кратко. Дим, если это ты, кто-то к нам ходил, но ни разу не был на семинаре. Приедь хоть раз на семинар, и ты задвигаешься. Вероятно, от того, что ты сам пытаешься эту задачу решить, тебе это не удается. Понимаете, вот, у человека, его же с детства, как бы, начиняет. Вот он родился, у него свобода, счастье, радость. У ребенка такой чистый молок. Нет еще разума. Но уже есть все знания Вселенной. И тут начинается с трех лет примерно приручение. Начало приручения. Через похвалу, наказание, что там еще. Тихонько его превращают в биоробота. Перевод с любви на страх. Вот тут начинается программирование жизненносложающим программам. И вот это идет, 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 идет. Потом говорят, там, сложный период, 12 лет. Дети начинают бунтовать. Они чувствуют насилие и ложь. Курить нельзя. Папа, говорит, затянулся. Мужчинам дают образ мачо. Вон сейчас там, смотрите, фильмы и мультики. А женщины – секс-объект. Не женственность, а сексуальность. И дальше пошло, 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 пошло. Приручение ребенка там формирует ценности, цели, сознание. И участвуют все. Учителя, родители, религии, СМИ, общество. Все его программируют. Именно вот эти программы начинают засовывать. А они разделяющие, ограничивающие. Там, русские хорошие, евреи плохие. Мемцы плохие, русские хорошие. Дальше пошло, поехало. Китайцы опасные. Вот. А раньше это была задача отца – воспитание. Вот дать правильные образы, смыслы, картину мира, цели, ценности. Ну, примерно вот о чем мы сейчас разговариваем. А страх начинает действовать, начинает бояться ребенок. Наказание, не получить поощрений, стремится заслужить похвалу и любовь. Ну, вот такое вот все. И что у него появляется? Покорность и терпение. И на определенном этапе дрессировка уже не нужна. Мы уже сами себя дрессируем. И получаются такие ловушки разума. В голове у человека поселяется программа. Она одна называется «судья». Часть нашего разума, которая судит все, что мы делаем и чего не делаем. Что чувствуем и чего не чувствуем. Все и вся судит, 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 судит. Ты плохой, ты несовершенный. А человек несовершенный, он по определению несовершенный. И надо научиться воспринимать свое несовершенство. Вторая – это зраза в голове. Программа сидит. Это жертва. Человек подвергается осуждению. Вот этот судья все время призывает жертву такую. Он делает человека виноватым. И все время выносит этой жертве приговор. И часто даже доходит до того, что мазохисты уже потребно чувствуют в наказании, в каре. Уже как наркоман. Поэтому жертвенная часть вот этого нашего разума постоянно чувствует себя недостойной. И неизменно повторяет. Я недостаточно добрый. Я недостаточно хорош. Я недостаточно умен, силен, красив. Я неудачник, так что и пытаться незачем. Вот это когда приходят открывать видение. У меня не получается. Ну, ты же не веришь, что у тебя получится. Да, я недостоин. Я не смогу. Это мне не дано. Кем не дано? У тебя с рождения это все дано. Поэтому вот эта вот система убеждений, это картинка мира, ценности, цели. Это вот и есть наша личная конституция, как ее называют. Свод законов, такая Библия в голове, Святое Писание. Это все, во что мы верим, что является для нас без оговорок истиной. Это вот и есть личная книга ада. Иногда ее так называют. Ну, мы называем это вот жизнеразрушающую программу. Это вот и есть там личный судья. Он судит нас по этой книге, казнит за одно и то же много-много раз. Всю жизнь. Я не сказал, я не смог. Я сказал, я соврал. Вот в момент совершения ошибки и греха вот это все может происходить. И при напоминании другим об этом событии. Вот это вот книга ада в голове. И каждый раз судья, вот этот вот, который в голове, он выносит приговор. Признает жертву, которая тоже в голове виновата. Судья и жертва живут в голове и друг друга вот так вот окормляют. Судья, жертва, книга ада, все это условное название. Это паразиты. Это есть программы, сознание. Это живое существо. Оно состоит из наших энергий. Поэтому, как бы правильно сказать, мы его сами родили с помощью окружения и приручения. Оно состоит из наших энергий. И чтобы выжить, это существо питается нашими эмоциями, отрицательными эмоциями, которые мы сами сотворяем своим разумом. И вот этот паразит, ну эмоции какие там, страх, гнев, вина, печаль, обида, ревность, депрессия, апатия, должен, обязан, что там еще, спасать, жалеть, хвалить, жертвовать. Вот это все оно. И вот этот паразит, это жизнь разрушающая, жизнь уничтожающая программа, уничтожающая нашу жизнь. Управляет умом человека через страх. А она, эта программа, контролирует выработку энергии отрицательных эмоций. Завод работает на нее. Это его питание. Поэтому мозг не вырабатывает, если эмоции, необходимые для роста души, энерго-жизнеутверждающие. Вот советские фильмы, посмотрите, песни, послушайте. Почему с Советским Союзом так борются, так хотели его разрушить? Потому что он был жизнеутверждающий, несмотря ни на что. Поэтому вот это вот не может вырабатывать мозг. Он вырабатывает отрицательные эмоции. А необходимые для роста души, энергии и любви не вырабатывают. Поэтому мы, как вот этот клетка и вирус. Вирус ее доводит, клетку, до самоуничтожения. Поэтому вот, уважаемый Мурашов, если ты, который к нам ходил, приедет хотя бы один раз на экзамен, у тебя пограничное состояние сознания. Твои программы жизнеуничтожающие контролируют тебя, и ты сам вырваться не можешь. Приезжай, потрудимся. Хорошо. Далее очередной вопрос. Все-таки очень нужна личная консультация. Примите благо добра. Напишите координаты на почту. Такую-то, такую-то. Что с этим сообщением будем делать? Переслать сообщение? В личку? Ну, перешлите мне, да. Ну, я бы посоветовал. Знаете как, вот, если человек обращается, значит, у него не царапина. Значит, что-то серьезное, оно требует нескольких консультаций, требует сопровождения. Я физически живой человек. Ну, представьте, своих только около 200 человек. Перешлите что-то, подумаем, свяжусь, подумаю. Но сразу советую, вот, чтобы не теряли время. Прямо на сайт, на уголок новичка. С вами сразу целая группа начнет заниматься. Те, кто уже года два занимается на сайте и в сотне, они очень близки к моему уровню. Ну, по крайней мере, технологично. И вот текущие задачи такие вот, которые у вас, они уже у себя решили. Поэтому вам там не меньше будет оказано внимания и помощь, чем нежели буду заниматься вам я. Даже вам и я. Даже больше, потому что у меня времени и сил поменьше. Стучите и творится. Да, так что, Игорь, на сайт... Сайт «Уголок новичка». Да, и там «Уголок новичка», и попытаемся таким образом чем-то помочь справиться. А уж если там чего, ну тогда чего. Ладно. Дальше Ольга Симоненкова. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, Виктору Михайловичу, что для меня, человека, который знает об этом мало, очень интересно было вас слушать и открывать для себя что-то новое. Спасибо. Скажу одну вещь, вот, православец. «Уголок новичка» учить не надо. Все эти знания в нем уже существуют. Изначально он с ними приходит, эта матрица души. Поэтому я когда учу, я не учу. Поэтому я говорю, я не учитель. И у нас не школа. Почти не шучу. Потому что моя задача подключить вас к родовой памяти, и все у вас начнет открываться самого. В идеале, когда вот учишь такого человека, да, он в конце говорит, я это знал. Я сначала очень сильно обижался в конце семинара, потом понял, что это и есть мой успех. Это значит, откуда подключился к родовой памяти, его, эти знания, заложенные в него, вплыли. Поэтому задача моя – помогать славянам вспомнить. Ну, и остальные, наверное, тоже. Ну, вот я как бы специализируюсь на этом типе сознания. На белом. Помочь вспомнить. Поэтому вам интересно. Потому что внутри вас резонируют те же частоты, те же образы и смыслы. И ваша родовая память начинает просыпаться. Почему люди ездят в Индию? И любят различных там гуру. Потому что там ведическое сознание, ведическое знание. Но они написаны для первоклассников, грубо говоря. А старшеклассники, которые забыли уже все, даже буквы и цифры, приезжают в Индию. Им начинает мама мыла раму. АБВГД. Один плюс два – четыре. И они там кайфуют. Они начинают вспоминать себя. Они начинают вспоминать свою родовую память. Поэтому иногда, когда серьезные наши люди приезжали из Мертвой Воды, из Питера. Их каждый день брали на интервью. Вот они у Саи Баба были. Говорят, вы-то что сюда ездите? Это же ваше. Только для нас, для малышей написанное. А они даже не понимают, что он говорит. Он им перстень подарил. Очень интересная была у них поездка. Вот задача такая – пробудить родовую память и подключить к роду. Как только у вас это происходит, это происходит автоматически, когда вы в этой системе знаний начинаете развиваться. Вы вспоминаете. У вас вдруг многие вещи приходят сами по себе. Вот ты читаешь там сказку свою, лекцию, да? Вдруг раз, вот идет какой-то там блок новых знаний. И смотришь, камера пишет, пишет. Ага, вот, Макс, какой там метр, да? Вот пришлешь мне этот кусочек. Это для меня новое. Через меня новое прошло. Бывает, перед семинаром новое приходит. Хорошо забытое, наверное, старое. Ты думаешь, в этот раз не буду. Наверное, в следующий раз оттяну, растяну. Дедушки, наверху. Отдай. Поэтому, когда говорят, ой, вы такое умное сказали. Я говорю, не я сказал, а это через меня прошло. Моя задача провести и минимально исказить. Ну, это как-то применить. Поэтому это просто, когда вы кайфуете, значит, ваша родовая память уже завибрировала. Хорошо. Идем дальше. Митяша Губанов. Вопрос. Хочу вопрос задать. Как быть людям, когда женская душа залетела в мужское тело? Познакомиться с таким человеком. Мучается, чувствует себя девушкой. И лицо женское. Естественно, гениталии мужские. Девушки не интересуют. Близость противна с девушкой. Парнями интересуется. Во как. Спасибо. Наверное, мы тоже дозрели, чтобы затронуть эту тонкую материю на семинаре. Сейчас чуть-чуть коснусь. Все-таки не сильно в этом деле силен. Хотя есть там опыт консультирования таких ребят. Здесь, в Прибалтике. Ну, я сначала терялся. Сейчас какая-то минимальная теория выстроилась. Надо достроить. Моё твёрдое убеждение, что люди приходят на планету Земля с половой ориентацией. И её изменить невозможно. Как цвет глаз, цвет кожи. Это врождённые данные. И взятые тобой перед рождением качества. Если ты родился с мужскими половыми органами, значит, ты мужчина. Но. Есть несколько но. Первое. Вот у нас в группе есть один парень. Необыкновенно талантливый. Вот мы едем в машине. Можно сакральную вещь скажу? Я однажды чуть не двинулся через голубые дела. Прям вот. Но остановился. И я всё время боюсь не стать голубым. Что это такое? Ну, давай делать нечего. 20 часов ехать. На тонкий, на толстый. Туда, сюда. Посмотрели. Сейчас. У космонавтов первый раз тоже увидел. Раньше шли такие мужественные. Такие волевые охренеть. Они там вообще страх смерти душили на корню. А сейчас космонавты очень тоненькие идут. Они очень мощные энергетические. Но тонкая-тонкая душа. Тонко-тонкое устройство психики. И если жить в современном мире, когда вот вокруг там такие образы и смыслы. В фильмах, в книгах, не знаю, там в интернете, в рекламе. То можно развивать эту тонкость. Перевернуть энергетику. И изменить баланс мужского и женского. Это первая причина. Это все регулируется, если не лечится. Не лечится. Это не болезнь. Это изменение баланса. Вот, грубо говоря, через человека, моя версия, проходит три оси. Сверху вниз небо и земля. Впереди-назад. Будущее и прошлое. И справа налево мужское и женское. Вот эти три оси, они все время колеблются. Мы все время вылетаем из этого крестика. То на правое крыло, то налево. И если вылезти из крестика на правое крыло, то может самолет перевернуться. И мужское станет женским. Женское станет мужским. У нас есть упражнение переполюсовка. Вот утром мы на зарядке энергетической делаем переполюсовку. Мужчина и женщина друг против друга становятся и говорят. Ты мужчина, ты мужчина, ты женщина, ты женщина. Я мужчина, я мужчина, я женщина. А там, ты верю-не верю? Такое упражнение. Говорит, я мужчина, я мужчина. А женщина смотрит ему в глаза и говорит, верю-не верю. А он получает обратную связь. Значит, располюсовался. Значит, крылья не на горизонтали. Дается следующее упражнение. Как это центровать? В конце еще идет передача власти. Женщина возвращает власть мужчине. Для этого на время. Они очень простые, дурачливые. Но очень хорошая технология самодиагностики. Поэтому первое. Если родился мужчина, ты мужчина. Даже не сомневайся. Значит, через книга Ада. Где-то вы залезли. Они поймали комплекс. И двинулись из мужского в женское. Я видел фильм, где мужик несколько раз. Три или пять раз менял пол. В конце вернулся к мужскому. Сказал, дурак. Только время. Потерял деньги. И там непонятно что осталось. Поэтому надо не двигаться в женское. В операции. Все прочее. А менять. Вторая причина. Которую трудно, наверное, исправить. Но я считаю, что с помощью сознания можно любые чудеса делать. Это связано со смешением всяким разным. Не буду вдаваться подробностей. Но можно так намешаться расово, что можете получить 3х, а, у, 4, 3, у, а, у, а, у. Искажение произошло через перемешивание. То вот эту задачу мы еще не ставили. С таким не отречались. Я не знаю, как ее решать. Но если мы смогли с помощью просветления сознания и движения, и развития его в светлость повлиять на группу крови. У нас у нескольких ребят с 4 минус, на 4 плюс, с 4 уже на 2 переехали. И, думаю, реально этот происходит процесс. Причем мы как бы его управляемым не делали. Это просто стало результатом развития и движения. Разворота и движения души. Ну, мы что-то там по крови какую-то работу делали, уже забыл. Ну, она интересная была. Вот, поэтому я сделаю такую прям лекцию, работу на семинаре. Это связано с балансировкой мужского и женского. Я вот твердо уверен, что если родился мужчина, учись быть мужчиной. Потому что иметь мужское тело и быть мужчиной – это не одно и то же. Мужчина – это врожденное. И задача мужчины – накапливать мужественность. Но так все устроено, что мужчины накапливают женственность, чувственность. А женщины накапливают мужественность. И через это произошла такая не балансировка, а переворот. Ну, грубо говоря, ушли на войну мужчины. А женщины заняли их место. А потом мужики вернулись, а так и не обменялись местами. Но сейчас действительно идут мужчины очень тонкие. И вот эту тонкость можно легко использовать для изменения процесса накопления, подмены процесса накопления мужественности на накопление женственности. На определенном этапе, да, будет отвращение и прочее, прочее, прочее. Ну, отталкиваться будут уже энергии. Ну, это так же, как вот, как сказать, голубые дела. Понимаем, что там во время этого происходит. Потому что как? Один раз не пидорас. Это же не шутка. А это определение. Потому что после полового акта, вот, мужчины с мужчиной, энергетика пассивного меняется. Ну, не тема. Примерно ответил. Тому, кто чувствует дисбаланс мужского и женского, сторону женского, имея мужское тело, надо просто трудиться над возвращением дисбаланса и научиться накапливать мужественность. Это главная наша задача. Иначе эта жизнь будет, ну, потрачено. Тогда что здесь делать, чувствуя себя женщиной в мужском теле? Я не представляю. Может, просто мне не хватает знаний и опыта. Но из того, что я умею, я вот твердо уверен, что надо бороться за свое мужское место. Замечательно. Еще Игорь Барташук. Виктор Михайлович, благодарю вас за доклад. Как на семинаре побывал. Многое лето. Будьте здравы. Ну, и тоже еще одно сообщение от Евгения Александрова. Благодарю, Виктор Михайлович. Очень огромный поток информации. Жду продолжения в эфире. Я думаю, что продолжение у нас обязательно будет. Потому что просмотров достаточно большое количество. Очень активно в чате ведется переписка. Вопросы идут уже и реплики. Даже после того, как было объявлено, что вопросы и реплики больше не принимаем. Но раз это произошло, что вопросы продолжают идти после того, как было объявление, что вопросы и реплики мы не принимаем, значит, необходимо нам продолжить об этом говорить. Вот, в общем-то... Все вопросы я озвучил, реплики я озвучил. Я думаю, что тех, кого интересует тема вот такого плана, таких планов и встречи с собой, то для таких надо делать людей не только семинары, но и встречи в эфире, где так что-то рассказывать, о чем-то доносить, что-то вскрывать и что-то раскрывать. Часто не возражаю, что не надоест. Да, но часто мы и не можем это делать, потому что если это будет каждый день выступление, это будет радио Мина Виктора Михайловича. У нас не с кому выступать, столько интересных людей. Уверен, уверен. Но мы будем постоянно сотрудничать в этом отношении, это я от себя обещаю, что сотрудничество, оно будет постоянно, и даже если Виктор Михайлович будет каким-то занят важным делом, то кто-нибудь из участников этой группы будет присутствовать. Это хорошая идея. Может, кого-то из ребят пришлю. У нас тут интересные сейчас будут наработки. Конечно. Так что все в наших руках, все это будем делать. Естественно, здесь напоследок хочется еще одну темку немножечко галить и задать такой вопрос. Вот нам часто пишут, ага, вы вот деньги, все про деньги, про семинары, все за деньги. А где же эта державность, где же этот покон, когда все надо, знания, безоплатно отдавать, ну и так далее и тому подобное? А где написано, что безоплатно отдавать? В Библии, в Ведах. Есть три типа обмена. Дарение. Среди семьи, среди своих. Это замкнутый энергетический контур. В роду может такое быть. Но пока при этой идеологии только в семье. Даже между семьями одного рода все равно эквивалент. Стараются соблюдать. Поэтому дарение в семье среди близких. Эквивалент среди других людей. Внешний обмен идет между семьей или членом семьи. У меня так бывает, вот я там застряну, сейчас в Кремле там одного интересного человека консультирую. Чудеса, конечно, такие люди приходят во власть. Просто по шесть часов сидим с ним там. Примерно вот про наш трюм. И, ну, очень много тратится энергии. И разванит. И когда она говорит, где наш новостик, это значит, я уже качаю энергию из семьи. Это значит перерасход. Ну, остановиться очень сложно. Люблю я это дело. Вот. Поэтому, как только член семьи начинает производить некой энергию из семьи. И когда она возвращается домой, если это любовь и свет между ними, он заходит, у него общающие сосуды. Вот я захожу, у меня меньше, чем у девок. У них открыто. Через них мгновенно перетекает ко мне, и у нас становится один уровень. Маша приходит из школы, там, перетрудилась, полшестого устала, там, вечером пришла. Она заходит, она мгновенно подключается. Даже не подключается, мы открыты. Ей перетекает, она сразу становится примерно... Общий уровень среднего вырабатывается. Вот поэтому... Вот оно, дарение, вот так происходит. А внешне должен быть эквивалент. Потому что вот я смотрел... Часто темные такие, как там их ведьмы называют... Ну, через темную иерархию, кто идет, талантливые девушки. Они почему-то все стараются попасть бесплатно. Это как вот, ну, хоть застрелись бесплатно. И я наблюдаю, наблюдаю. Вот они берут знания, технологии. Что интересно, через некоторое время, как будто бы они их не слышали. Потому что я потом смотрю через тонкие наверху, между родами. Вот если эквивалент не произвел, не произведен на планете Земля, в материальном мире, я даю знания и энергию. Причем я за знания не беру деньги. Знания проходят через меня. Я беру за энергию, которую потратил, чтобы их приобрести. И в основном за то, когда я их передаю. И за то, что я передаю их с минимальным искажением. Поэтому вот за что люди берут деньги. Знания ничего не стоят, а они приходят все сверху. Мы можем там... Изобретения изобретаются. А тут уже распредложения делаются на основе изобретенных знаний. Приобретенных знаний. Поэтому второе. Это эквивалент. Это то, что сейчас, в чем нуждается экономика. Чтобы шел честный обмен. Если честного обмена нет, тогда в одном месте накапливается богатство, а в другом накапливается бедность. Разница потенциалов, она пробивает революция, война. Поэтому я вот долго практиковал. Бесплатно. Сейчас очень много народу приезжает на семинары со скидкой. Бесплатно. Некоторым я сам звоню. Ты награждаешься. Вон, Ольга ведет уголок новичка на пенсии. Я и бесплатно разрешил осенью приехать. С удовольствием. Поэтому сейчас задача научиться честно обмениваться энергиями. Честно. Чтобы нигде не было разницы потенциалов. Не накапливалось бедности и богатства. Чтобы перетекало. Поэтому вне семьи обязательный эквивалент. Когда мы пройдем определенный уровень и научимся честно обмениваться, очень быстро у нас появится изобилие. И тогда мы в очередь будем стоять, чтобы выступить на передаче, на русском радио. Бесплатно подарить. У нас же тоже социальный проект. Я бесплатно выступаю. Некоторые берут за выступление деньги. Где только не берут. Поэтому сразу наступит изобилие. И будет очередь, где бы поучаствовать, через что бы поразвиваться. А сейчас в основе лежит не эквивалент. И в семье, во многих семьях. И чем они олигархичнее, тем больше там не эквивалент. Дети через детей темное высасывают так, а заканчивают и души забирают. Вот у меня же друзей много там, кто я остановился, они дальше двинулись в бизнесе. Ну, у кого сын погиб, у кого то, у кого сего. У кого дочка сидит, говорит, жить не хочу. У них как шлагбаум закрывается, рода закрывается. Потому что взяли деньги в управление, а решили, что они их. Личные. И предназначение потеряно, пара потеряно, хотя была любовь, все было. Закрывается рот из эквивалента вовне. И тогда эти излишния внутри начинают уничтожать жизни и души членов семьи. Поэтому в этом смысле, да, это бизнес. А что это должно быть? Если вы посвящаете почти все время энергии своим проектом и не получаете назад компенсацию, эквивалентный обмен, на что вы будете жить? На что вы будете содержать свою семью? Это такой же продукт, как и все остальные. Кто-то продает пирожки, кто-то продает технологии. Идет обмен. В этом смысле у нас еще нет такого опыта. Например, сколько стоит консультация? Хрен его знает. До сих пор у меня нет ответа. Мы уже много чего перепробовали. Ребята уже консультируют. Мне, например, легче бесплатно делать. Потому что тогда я свободен. Я отвечаю только за себя. И не отвечаю за результат самого консультируемого. Потому что я делаю максимально честно, на 100% все, что могу. Но если он не трудится, а часто тот, кто не через эквивалент идет, он хочет купить услугу, чтобы я ему своей энергией подправил, подлечил, сгармонизировал отношения. Понимаете? А так не бывает. Не, я могу это сделать. Только потом мне такого жара дадут, что мало не покажется. Мало того, ты через это все, что сделал, вот этот объем кармы, себе и хлебанешь. Причем она у человека останется, и тебе еще отксерится. Поэтому, если идешь через жалость, или свысока, карма обязательно умножается, и тебе переходит ровно на ту сумму энергии, которую ты потратил. Мало того, все, что ты помог человеку сделать, через некоторое время энергия заканчивается. Через некоторое время рода делают наверху перерасчет. Эти знания и помощь, она начинает улетучиваться. Человек может, вот когда так консультируешь, он может подсесть под, как наркоман, на твою энергию, на твои знания. Очень часто так друзья присаживаются, приезжай в баню, то сего, перейдь его. И баня превращается в консультацию или лекцию. И так получается, что моя духовная энергия и знания, он берет и конвертирует в деньги. Поэтому вот такие дружбы, они тихонько-тихонько закрываются. У нас честный прямой обмен. Наши семинары стоят в несколько раз дешевле, чем нежели другие. Мы стараемся сделать их дешевле, дешевых. Ну, насколько это возможно, там, номерах, чтобы это было с едой, т.р.п. Очень сложно. Ну, вот такие места мы нашли. Поэтому эквивалентный обмен, это же процесс. Вот я с дедом ходил на рынок, маленький. Лучше не ходить к нему. Так не любил с ним ходить. С мамкой еду. Она раз-раз купила, мы дома. А дед как встанет, полчаса эту ветку винограда, копейку туда, копейку сюда. И вот они торгуют. И кайфуют, что продавец его друбан, что дед. Причем каждый день цена разная. Потому что сегодня винограда много, а завтра ни хрена один стоит, дед. И в конце он говорит, какой ты хороший покупатель. Тот говорит, какой ты хороший продавец. Они ищут эквивалент на сегодня, на сейчас. Понимаете? Это искусство. Это вы чувствуете его, как правило. Это вот как весы. Надо их долго-долго подвигать. Поэтому это такое знание и технология, которую мы только изучаем. Поэтому я не знаю. Иногда, когда ты делаешь дешевле, ну сильно дешевле, начиная с консультирования, ты заболеваешь. Потому что сильный не куриент в чужую пользу. Был один случай, я консультировал семью. Причем так, на ранних стадиях. Ну уже там они год там ходят, периодически он, потом сын, второй сын, жена, бизнес, тире-пыра, тире-дире. Вот однажды они пришли к всем колхозам. Я их всех отконсультировал. Взял как за одного. Вот. И домой приехал, и у меня просто нога отваривается. Просто у вас полились суставы. Что за хреновина? Обычно там болит, когда не куриент. У тебя воруют. Одна нога у меня, когда воруют, другая, когда я не куриент делаю. Вот. Но в основном, когда у меня. Так болит, прям ночь уже не могу. Звоню Сереге и говорю, Серега, ты случайно там, а не посчитал деньги и положил в карман вместе с остальными? Ты случайно, может, не доложил? Ну, так меня крутит, что хоть таблетки пей. Я говорю, честно, да, не доложил. Я сэкономил. Что-то меня так поджало, я пожалел. Я говорю, ну ты сука, а. Короче, в общем, вот такие случаи бывают. Поэтому эквивалент, эквивалент это серьезная штука. Она пока нами, и нами даже до конца не проработана. Ну, я стараюсь идти по нижнему пределу. Я мог бы сделать это и сотню, 200 человек. Они бы учили за деньги. Они бы платили как за нормальную школу, как за нормальные консультации. Ну, вот, моя жена поддерживает даже эту идею сделать социальный проект бесплатный. Наш сайт бесплатный. Все мои семинары стоят бесплатно. Только семинар платный. А это вы можете качать, смотреть, сколько хотите. Причем, они все бесплатные. Я мог бы поставить, как, например, там, ну, вот, есть ребята, которые по-другому, синильников, все остальные. У них все платные. У них они стоят там на специальных сайтах, где вы денежки платите. Мы вот с Ирой решили, что я вот так делаю. Поэтому, не оправдываясь, а вам рассказываю, что, вот, делиться духовными знаниями и просто знаниями, это тоже процесс обмена. Но без эквивалента вы их не удержите. Если где-то кто-то вам подарил, смотрите, сколько они у вас просуществуют. Долго не удержите. Знание должно быть добыто. Хорошо. Ну, что же, все вопросы реплики озвучены. Думаю, что мы продолжим как-нибудь следующие передачи раскрывать какие-то новые тайны, новые, может быть, даже не тайны. То, что нам дано, но то, что мы еще не осознали. Потому что часто человек это есть, а он просто не хозяин пока в своем доме и не понимает, где что лежит. А вот когда он разбирается, ой, оказывается, у меня все это было, оказывается, у меня все это есть. Вот то же самое с тонким планом, то же самое с третьим глазом и прочим, прочим, прочим. Мне же остается поблагодарить всех за участие, Виктор Михайлович. Тебе низкий поклон, что был сегодня с нами долгое, достаточно продолжительное время, общался и раскрывал все, как это. Спасибо тоже всем и на толстом, и на тонком плане две вещи скажу. Человек – это тайна и жизнь – это тайна, которую нам надо раскрывать. Замечательно. Также благодарю всех тех, кто участвовал сегодня в нашей передаче через чат народно-осланского радио slavradio.org Это наш официальный сайт. Там ищите выпадающее меню наверху, чат-беседка. Там регистрируйтесь один раз, если еще не зарегистрировались. Пишите свои сообщения, письма, общайтесь с друзьями. Также у нас есть на YouTube-канале наше официальное представление, наше официальное представление youtube.com slash, касая черточка, то есть slavradio. Slavradio – это слово латиницей. Единственное, что прошу вас задумываться, когда вы начинаете что-то писать, вы это пишете кому и для кого. Если сами для себя, ну, это значит гордыня, все замечательно, здорово, но не обязательно писать здесь. Можете писать где-нибудь в своем блокнотике еще где-то. Вас должны все-таки люди понимать, поэтому надо писать разборчиво, понятно, внятно. Если же появляется какой-то гоблин, который ведет себя неприлично, как будто бы из вонючей пещеры вылез, то таких гоблинов мы баним. Элочка-людоедочка здесь формат не проходит. Здесь собрались люди, которые пытаются разобраться в том мире, разбираются с тем, что происходит, делают себя лучше и делают через себя лучше этот мир. Поэтому милости прошу всех тех, кто желает добра, другим людям желает добра себе и изучает себя и окружающий мир и себя в этом мире. Еще раз всем низкий поклон. 1 ноября 2017 года четверг скоро уже закончится. Мы в сегодняшнем эфире разбираем тему «Тонкий план». А мы – это кто? Это Виктор Михайлович Минин и я, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов Субтитры создавал DimaTorzok